Здравствуйте! В эфире передача «Культурная среда». В этом году Северо-Восточному Государственному Университету исполнилось 60 лет. В 1960 году в областном центре Колымы открыли первый Магданский Государственный Педагогический Институт. Первыми студентами очного обучения стали 200 человек, заочного – 75. В 1965 году выпустили первых учителей начальных классов, а в 1966 – преподаватели истории, русского языка и литературы, физики и математики. В 1970 году построили новый корпус института, рассчитанный на 800 студентов, в котором стали обучаться ребята гуманитарных факультетов. В декабре 1997 года на месте прежнего создано фактически новое учебное заведение – Северный Международный Университет. А с июня 2007 мы знаем вуз под привычным названием – Северо-Восточный Государственный Университет. Сейчас в СВГУ готовят студентов по разным направлениям – геология, гражданское право, социальная педагогика, психология, русский язык и литература, история, менеджмент и многие другие. В ВУЗе обучается почти 3000 человек. Образовательные программы не только бакалавриата, есть и магистратура, и аспирантура. Студентам, которые учатся на бюджете, платят хорошую, по мнению специалистов, стипендию, поддерживают ребят в научной и внеучебной деятельности. Кроме того, со студентами ведут индивидуальную работу. Мы вуз очень небольшой, и поэтому у нас очень небольшие студенческие группы, несмотря на то, что есть, конечно, потоки для обучения. Но каждого нашего студента преподаватели знают, что называется в лицо, по фамилии, имени. Это очень важно, потому что это очень такая персональная работа, индивидуальная работа, в том числе и воспитательная, жизненная. Это большой плюс. Плюс также, наверное, то, что наши студенты очень социально защищены. Мы очень много используем форм поддержки студенчества. Это и высокие стипендии, и материальная помощь. И внимательно относимся к проектам, предложениям студентов. Поддерживаем их научные устремления, спортивную жизнь, поездки за пределы нашего региона с той или иной целью. Поэтому студент у нас в университете, он во главе угла, что называется. Студенты Северо-Восточного государственного университета активно участвуют во внеучебной деятельности. Готовят проекты не только на базе вуза, но и Магадана, и Колымы. Создают волонтерские объединения, участвуют в форумах и занимаются популяризацией с ВГУ. По словам специалистов, во внеучебной деятельности студент может найти себя во всех сферах. А сотрудники вуза поддерживают идеи обучающихся и идут им навстречу. Это и творчество, это и общественная деятельность, связанная со студенческим советом, с дальнейшим своим представлением себя как студента, как молодого человека в различных органах власти. Очень многие из наших активистов в дальнейшем находят в себе места работы. Это действительно так. И многие, начиная здесь свой путь, так скажем, до общественника, затем мы их можем видеть в различных структурах и учреждениях города, области и страны. Если говорить о творческой направлении нашей деятельности, то это, безусловно, те мероприятия, всероссийские проекты, студенческая весна, посвящение студенты, форумы различные, на которые наши студенты активно ездят, принимают участие в них и достигают больших результатов. На уровне области это, безусловно, общение с другими, с представителями других учебных заведений, взаимодействие и какие-то креативные проекты, чем мы и занимаемся очень активно. Дмитрий Максимёк учится на пятом курсе филологического факультета. Направление – немецко-английский язык. Решил поступить в СФГУ по свету родителей. Нисколько не пожалел, уверяет молодой человек. На втором курсе Дмитрий поехал в Германию по программе вуза. Хорошо изучил язык, помогли преподаватели. Помимо основной деятельности, парень занимается и внеучебной. Дмитрий – председатель студсовета и руководитель студенческого медиа-центра «СФГАЧ». По словам молодого человека, вуз для него – второй дом. Благодаря СФГУ студент может воплотить свои планы в жизнь. Я был уже в Германии раз, и, наверное, моя большая цель была бы поступить в магистратуру в Германию. Слава богу, что знание языка, которое я здесь выучил, оно позволяет это сделать. Вообще на 100% без проблем особых. Но эпидемия коронавируса, как известно, кто знает, что будет. В принципе, я рассматриваю вариант поступления в магистратуру здесь, в СФГУ. В честь юбилея вуза в СФГУ провели Всероссийскую научно-практическую конференцию «Университеты России в диалоге со временем». На конференции сотрудники высшего учебного заведения рассказали, какое научное знание добыто за последнее время и где его можно применить. Заседание провели в режиме ВКС. Деканы, преподаватели кафедр и студенты выступали со своими докладами, обсудили миссии и задачи современного университета, опыт работы над грантовыми проектами, а также переход на дистанционное обучение в связи с пандемией. Наша сегодняшняя конференция посвящена знаменательной дате в жизни нашего университета. 60-летний юбилей – это значительный рубеж. Может быть, вузы центральных регионов страны будут считать этот возраст юным, но для нашего удаленного северного региона 60 лет существования и плодотворной работы университета – это значительная дата. Наш институт – молодое подразделение нашего университета с точки зрения создания. Институт цифровых технологий и экономики возник в августе 2019 года, но возник он не на пустом месте на базе старейшего факультета естественных наук и математики и самого молодого подразделения нашего университета – факультета менеджмента экономики и финансов. В рамках сегодняшней конференции сотрудники, преподаватели нашего института, кафедр нашего института будут говорить о том, какие достижения в области образования, науки были получены за прошедший период времени. И, безусловно, мы затронем все проблемные вопросы. Будет освещено, каким образом кафедры института ответили на вызовы современности, такие как новая коронавирусная инфекция, пандемия, которая ограничила наши возможности по общению с обучающимися. Но благодаря тому, что мы все-таки работаем в Институте цифровых технологий и экономики, все преподаватели нашего института создали свои курсы в дистанционной системе обучения, ведут занятия со студентами, невзирая на их возможности прийти в университет или по каким-то причинам находиться дома. Мы используем все существующие цифровые технологии для того, чтобы обеспечить качественный образовательный процесс. Но и не забываем о научных исследованиях, о профориентационной работе. Так, например, в этом году совместно с Управлением молодежной политики Магаданской области мы реализовали традиционную ежегодную образовательную программу для школьников старших классов «Бизнес-старт». Все прошлые годы эта программа проходила в очном формате, собирала очень большое количество заинтересованных ребят старших классов, которые могли получить элементарные навыки основ предпринимательской деятельности, разработать свою бизнес-идею и представить ее на суд взыскательных экспертов из числа действующих предпринимателей нашего региона. В этом году, безусловно, собрать ребят в живьем мы не смогли. Но при этом мы предусмотрели вариант, когда мы с ними взаимодействовали дистанционно. СВГУ – домашний вуз. Так его называют и студенты, и преподаватели. По словам специалистов, учиться в Северо-Восточном государственном университете намного проще, чем в вузах центральных регионов России. СВГУ находится в центре города. До него легко добраться. Этот вуз находится очень близко до всех наших студентов, магаданцев, жителей области. Как я говорил и говорю, мы в шаговой доступности. Вышел из дома, немножко пешком или на маршрутке, и ты в университете. Приехал из области, то же самое в общежитии, и ты рядышком с университетом. Всегда можешь ездить на выходные домой, на праздники. Во-первых. Во-вторых, мы стремимся создавать здесь домашнюю обстановку, чтобы нашим студентам было очень уютно, тепло, комфортно учиться, чтобы они чувствовали себя защищенными во всех смыслах, как дома. Выпускники Северо-Восточного государственного университета востребованы на Колыме. Геологи, журналисты, педагоги – все находят работу по специальности в Магаданской области. СВГУ готовит квалифицированные кадры. Наш телеканал поздравляет Северо-Восточный государственный университет с юбилеем и желает успехов во всех начинаниях. А зрителям я напоминаю, это была передача «Культурная среда». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин